Разгар Холодной войны С ним по-немецки, прямо на камеру На вид ему и 20-ти нет Немного застенчив, слегка растерян Витает где-то там в своих облаках Идеальная картинка для экстренных международных новостей Матиас Руст, немецкий подросток В одиночку унизивший сверхдержаву Советский Союз Зрелищная посадка немецкого пилота в Москве Поразила эксперта по пилотажу Своё двухнедельное и как бы ни с кем не согласованное путешествие До Москвы Матиас Руст, начиная 13 мая 1987 года Садясь за штурвал вот точно такого же легкомоторного самолётика И стартуя, ну буквально из чистого немецкого поля под Гамбургом Ему всего 18 лет Он пилот-любитель, вздумавший покорить Красную площадь Дерзость высшего пилотажа На хорошо подготовленном воздушном судне Это Cessna 172 с баком на 150 литров Которых хватает примерно на 4 часа полёта Ну, на самом деле Руст убрал второй ряд сидений И поставил туда дополнительные баки Он выбрал очень надёжный самолёт для своей авантюры Курс на Москву был взят по тщательно спланированному И очень непростому для новичка маршруту Ориентируясь исключительно по компасу Отключив в нужное время все средства связи Снизив скорость и высоту Он всё-таки решается на самый смелый в истории Подарок русским на День пограничника И, похоже, сделан это вовсе не своими руками Наша разведка получила один сигнал о том Что вот такой полёт готовится Что он может быть И может быть как раз со стороны скандинавских стран Но больше дополнительной информации не было Не было информации, которая могла перепроверить эту И её оставили просто в поле дежурного внимания Не более того И только сейчас, спустя 30 лет Уже и на Западе признают и признают Это был грандиозный заговор в политических верхах В окружении Горбачёва были люди Которые подготовили и провели эту операцию Иначе это не объяснить И Руст, этот идиот Просто поспособствовал этому Не без помощи легкомысленного, но очень способного агента Одновременно настолько тайного Что, возможно, Матиас Руст и правда Сам про себя до сих пор ничего такого не подозревает На допросе меня постоянно спрашивали На кого я работаю И убеждали, что я должен сказать Кто меня сюда поставил и подговорил Они не могли себе представить Что кто-то в 18 лет способен на такое Называть его Голубем мира больше язык не поворачивается Скорее, засланный Голубоком все-таки Сотрудник советского агентства печати Вольфганг Акунов Случайно наблюдал пролет Руста над Москвой Из окна служебного кабинета Потом также случайно Со своим безупречным знанием немецкого языка Был вызван переводчиком авиахулигана В Верховном суде С доступом к секретным документам Я могу вам сказать Это был ведомый Это была часть большой политической игры Вот видите обломки фантома Сбитого в Египте 30 июня 70-го года Израильский А это обломок У-2, Лохи Это два самолета шпиона Которые сбили на Кубе И вот обратите внимание Персни делали из сбитых самолетов Точно таким же непревзойденным украшением Московского музея ПВО Вполне мог бы стать и раскуроченный самолет Руста Его засекли Сразу после пересечения советской границы И вели вплоть до Москвы Поднявшиеся по тревоге миги-перехватчики Просто приблизившись Разнесли бы его в щепки Одной своей реактивной струей Но команды уничтожить эту цель Которой и номер уже был присвоен Не поступало А точнее сказать Даже не могло поступить Всего несколько лет назад Советский Союз горячо обжегся Сбив по ошибке Южнокорейский Боинг Поэтому в стране действовал Особый режим Запрещалось Применение любого оружия По пассажирским самолетам Спортивным самолетам И любым другим Неопознанным таким объектам Которые не были Не являлись военными Но опять же Очень интересный момент У него была карта На карте были нанесены Все объекты ПВО Конечно кто-то ему должен был Подсказать Где, как И на какой высоте преодолевать Вот ту или иную Зону противовоздушной обороны И он до сих пор Даже не понимает Что его могли использовать Разведки западные В темную То есть в первую очередь Это западно-германская разведка Ничто иное Как операция Тотальной зачистки Советской армии За неслыханную Расхлябанность Высших эшелонах Военного командования Следом за самолетом Русто С погонов Полетели звезды В первую очередь Убирали Давних политических Противников Горбачева Уже 30 мая От должности Были освобождены Министр обороны Соколов И командующий ПВО Филдунов Которые в действительности Мешали перестройке И не особо поддерживали Новый курс Уступок Западным странам Горбачев Очень умело Воспользовался Этой ситуацией Сняв всю Военную верхушку Он фактически Остался Безраздельно Властвовать Тогда Во всей стране И уже у него Не было Никаких ограничителей И он делал То, что он хотел Разрушая Фактически И государственность И общество России Осужденный Всего лишь За нарушение Режима полета Маттиас Руст Не провел В советской тюрьме И половины срока Едва ли Не на годовщину Своего полета Он вышел на свободу И вернулся на родину В ток-шоу Западно-германского телевидения Ему тогда Конечно Аплодировали Но сегодня Немцы испытывают Крусту Противоречивые чувства Минимум раз в пять лет По случаю Очередного юбилея полета Смеются над ним И над собой В каких-нибудь Театральных постановках Ты знаешь, кто я такой? Я кремлевский летчик Я приземлился в Москве На маленькой Цечне И че? Я приземлялась В Нью-Йорке На огромном Боинге Приготовьтесь Теперь он будет Первым человеком Улетевшим на солнце Или вот еще Просят передать его адрес слова Профессионального презрения Мы, пилоты Которые жили с ним в одном городе Не испытывали никакого восхищения Услышав его поступки Это было безответственным И провокационным приключением Он должен был думать О безопасности окружающих В социальных сетях Он теперь активнее, чем в жизни Ведет твиттер Всего для восьми читателей И стольких же читаемых Его профиль украшен Фотографией того самого самолета Который теперь находится В техническом музее Берлина И вот этим Странным коллажем Голубь мира Затыкает ему рот Глядя на самолет Русто сегодня Каким бы надежным он ни был Честно сказать Не то, что до Москвы В соседний немецкий город На нем Лететь не хочется Музейный экспонат Во всех смыслах этого слова Навсегда застывший В заходе на посадку Вот так вот символично На фоне кирпичной кладки Цвета кремлевской стены И не сказать, что Здесь им так уж сильно гордятся Пылинки с него Не сдувают Не стали счищать Эту авторскую золотую наклейку С силуэтом атомной бомбы Под крылом Которую сам Русто тоже называл Своим особым символом мира Запал у него был и в самом деле Сумасшедший А это, как известно Всегда лучшая находка для шпионов Виталий Чищухин Андрей Стербак Игорь Долматов Александр Соркин И Роман Жученко Европейское бюро 5 канала Из Германии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин